Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня пользу Бройзля. Штрэбух! Блять, где этот штрэбух? Так, кто это? Да, слушаю. Штрэбух, привет. О, привет. Я тут с Москвы приехал. А, нифига. У меня остаться негде. Прийтишь на пару дней? Приходи, конечно. Да, я дома. Я с дороги такой голодный. Очень хочется есть. У тебя есть что-нибудь поесть? Да, конечно, если меня покушать. У меня очень много еды. Насобирал я её в помойке. Так что давай жду. Ну всё, я скоро буду. Минут через 20. Да, окей, да, всё, жду. Давай. Открыто? Есть кто дома? Да, заходи. Ого, у тебя так много еды. Спасибо тебе большое. Да, конечно, что пока. Я это не съем даже за неделю. Сейчас сразу вот раздеваюсь и буду есть. Предложи что-нибудь. Может, чай там и булочка какую-нибудь. Ну, присаживайся. Смотри, какой стол огромнейший. Ух ты, а это французская булочка, да? Да. Такая с плесенью. Да, я знаю, такие есть. Я думаю, ты плохого не посоветуешь. А что она какая-то слипшаяся всё? Это сорт такой, французская. А чай есть? Запить надо. Сейчас придумаем. Ну, как видишь, Кирюха, еды очень много. Всё очень свежее. Даже вот эти бананы. Это сорт такой, не смущайся. Всё прямиком из помойки. Ну, это можно есть? Я не траванусь никак? Нет, конечно. Ну, конечно, немного замешательств. Ну, раз ты говоришь, что хорошая еда, я не могу отказаться. Тогда мы сейчас с тобой плотно поедим еды из помойки. Ну, а это, собственно, именно она и есть. Еда из помойки, которую насобирал я примерно за месяц. Плюс Кирюха тоже немножко на помойке нашёл, еды принёс. Будут, ребятки, просто изумительный обзор. Главное, не протянуть педали Кирюха, понял? Потому что, ну, как бы, всё-таки можно протянуть опасно. Я бы тебе предложил вот этот хлеб. Вот этот сорт зелёный такой. Белозелёный. Ты наёбер, сука! Я один раз на эту хуйню повёлся! Иди там нахуй наёбер! Я сначала вот эту вот попробую. Вкусняшку вот эту. Хорошую. Есть можно. Срок годности до 20 сентября. С сентября этого года. А сегодня 12 октября. Булкам, в принципе, ничего не будет. Потому что они сладенькие, очень вкусные. Несомнительно. Кирюх, я думаю, надо начинать с первых блюд, а потом плавно перейдём к сладкому. А то он сразу за сладкое взелись. Я, конечно, тоже сладкое блюд. Но я думаю, нужно начинать с колбаски и салатиков. О! Сосиски венские, окраина. Срок годности до 14 сентября этого года. Сегодня 12 октября. Ничего плохого не вижу. Данный продукт съедобен. Ну ладно, что ещё есть? Что бы сейчас ещё? О! Баварские колбаски. Срок годности до 27 октября. Они даже не просочены. Сегодня 12 октября. Без комментариев. Ну а теперь я продегустирую. Знаете, чтобы мне было бы вкусно, так это вот это молочко. 2,5% от бренда Простоквашино. Срок годности у этого молока... Ух ты! До 30 марта 2021 года. Оно даже не просрочено. Я уверен, что всё с ним изумительно. По-любому молоко нормальное. Пахнет восхитительно. И на вкус просто превосходное. К этому молочку я бы добавил, знаете что? Вот этот корм. Пурина. Проплан. Находил 2 пачки этого корма. Он немножко разный. Но я думаю, корм по-любому должен быть нормальный. Ведь всё-таки это же корм. Там одна химия, в принципе, ничего такого. Опа! Так он даже не просрочен, ребятки. Годен до 7-го, 0-8-го, 2001-го года. Пахнет восхитительно. Опа! Изумительно, ребятки. Очень вкусно. Таким кормом можно питаться, если дома ничего нет из еды. Опа, Кирюк, я думаю, теперь тебе пора что-нибудь попробовать. Мне холодно было на улице. Я довольно долго пробовал её. Поэтому я, пожалуй, немножко горячительного напитка попробую. Мартини, ну, выпущена в 2020-м году, 27 марта. Срок года синяк ограничен, но она была открыта. Нормально. Пойдёт. О! Мясной рулетик. Даты стёрки, но выпущен 28-го сентября. Пирожки обычно неделю могут нормально существовать. Что-то мне запах не нравится. Качество паршива, и на запах вообще что-то... Сомнительно очень. Пожалуй, пробовать не буду. Не, ребят, тут уже можно протянуть педали, поэтому я это сразу уберу в эту сумку и уберу подальше. О! А я бы попробовал вот эту рыбёшечку. Вы посмотрите, какая форелька слабосолёная. Филе кусок. Годен до 5-го мая 2020-го года. Очень сильно просрочно. Здесь, конечно, очень опасно и можно обосраться. Но я, пожалуй, рискну последними педалями и продегустирую эту рыбёшку. Понюхай. Ребят, это пиздец. Рыбья очень жёсткий. Капец. Потому что она слабосолёна, гнилая. Поэтому она полетит в помоечку. Это очень обидно, ведь я возлагал на неё надежду и думал, что насыщусь от души этой рыбёшкой. Но не фартануло. Следующее, что я попробую, это будет вот эта рыбёшка. Эта рыбёшка вообще без единого опознавательного знака. Непонятно, когда её произвели. Здесь буду чисто ориентироваться на свои нюхательные рецепторы. Пахнет, в принципе, нормально. Но она сырая, обычно такой лосось было бы очень хорошо пожарить. Лосось изумительный. Он вкусный. Он реально вкусный. Но, правда, его невкусно есть сырым, его нужно жарить. Поэтому этот лосось я отложу в стороночку и мы его потом обязательно пожарим. О, бананы. Выглядит нормально. Может, немного суховат, но есть можно. Так, у меня с первых блюд не ушло. Хочу ещё чем-нибудь соревновать. О! Сэндвич? Он даже не просрочен. Пахнет хорошо. А насколько просрочено? Не на сколько. Подогревать не надо, ничего не надо. Всё, отлично. Просто изумительно. Кирюх, а ты видел, сколько ещё у нас рыбы осталось? Здесь даже есть слабосолёная форелька для кусок, ещё слабосолёная форелька, ещё кусок, и третий кусок слабосолёной форели, ещё кусок. Дипотез. Я думаю, тебе нужно вот это взять, а ещё вот это. Вот, подержи, посмотри, а я пока попробую. Видимо, это такая же форель, которая была до этого, но я не знаю, не уверен, возможно, это она и есть. Срок годности до 12 сентября 2020 года. Просрочено примерно месяца на полтора. в целом, нормальная рыба. Думаю, её надо тоже пожарить. То, Кирюха, мы её пожарим, все эти куски, и будет очень вкусно. А я, ребятки, увидел вот это. Я не знаю вообще, что это такое. Здесь ни слова на русском нет. 400 грамм какого-то блока. А изготовлено это всё 30-го, 0-9-го, 2020 года. Это сыр, ребят, это, походу, пушечный сыр, потому что он пахнет просто восхитительно. Это что-то типа брынза. Но сыр довольно-таки вкусный. А я, пожалуй, попробую вот этот сыр гурманский. Срок годности до 1 декабря. Помойка кормит, насыщает. Очень сытно. Так, я хочу всё-таки ещё есть. Рыбка. Парш рыб тресковых. Срок годности до 6 декабря. Рыба как рыба. Надо бы пожарить, конечно, её. Она мне так пожарилась вообще, я от неё прям без ума. Печень по-строгановски с макаронами. Годен до 19-го, 06-го, 2020 года. Это, конечно, очень опасно. И смотрится это со стороны довольно-таки не особо аппетитно. Макароны с печенью по макаронам. Я в шоке. Это как вообще? Ну, в этом отделе, как видите, макарошки. Во втором печёночка. Второго понюхаю, я понюхаю, конечно же. Нет, скорее всего, здесь уже можно знатно обосраться. Я не рискну это пробовать. Я не бессмертный. Я думаю, что нужно попробовать вот эти сосисочки с сыром окраина. Срок годности до 28.08.2020. Ура! Отдаёт ребят очень жёсткой кислинкой. Я думаю, термообработка этим сосискам уже не поможет. Поэтому полетят они обратно в помоечку. я смотрю, тут есть красненькая икорка и очень соблазняет она. Да, я хочу тоже её попробовать. Ух ты, красный икра. Жаль, не чёрная. Люди её вмещали. Только красную выкидывают. А я хочу чёрную. Ну, конечно, она вкусная. Но это не чёрная икра. Поэтому есть и не так приятно. Даже не могу понять. Ведь я игру почти не раз в жизни. Даже не могу понять. Чукру вообще никогда не ел. Даже не могу понять. Даже не могу понять. Но она очень вкусная в Дашке. Так, что тут есть? Сухарики, сухи и венегрет. Годен до 11 мая этого года. Вроде не сильно подздут, но я опасаюсь. Не, на вкус как венегрет. Тут есть лапша. Этикетки нет, я не знаю какой она сколько годности. вроде пахнет нормально. Нет, нет, это все-таки нельзя есть. Ребятка, ребяточки, увидел тут ленту ролл. И, пожалуй, это последнее блюдо из главных мясных блюд на этом столе. А срок годности до 23 2009 2020 года. Вот эта зелень, она уже не зеленого, а почти желтого цвета не особо внушает доверие. Ну, я, пожалуй, все-таки открою этот ролл и попробую. Ребят, я что-то боюсь. Пахнет кислинкой. Ирек, у меня тут еще огурчики есть, будешь? Солью? Да, соличкой. Ну, солью можно, без соли не пахнет. Тогда я готов тебя удивить. У меня есть целых три упаковки огурцов из поморочек. Они вроде бы на вид вполне нормальные, но здесь есть немножко плесени, они слегка вялые, но в принципе не гнилые. Вот, я думаю, по одному огурчику нам будет достаточно. Отрезаю жопки, разрежу их на две части и слегка посыплю соличкой. Держи, Кирюх, тебе кусок. Изумительно. хрустящий, ничего не вялый. Только сказал дело. Освежается. Я думаю, ребят, что настало, я думаю, пора продегустировать вторые блюда, а именно все сладенькое. Я очень сладенькое люблю, я думаю, Кирюха, ты тоже любишь сладенькое. Да, и сухарики. Да, сладенькое. Но тут есть еще сухарики. Я хочу попробовать, люблю сухарики. Стоугодности до 13 марта этого года. Они мне не внушают доверия. У них может быть какой-то налет. Ну, пахнут вроде бы и нормально. Мои опасения оказались напрасны. Сухарики просто изумительные. Ну, они оказались нормальными. Это дело надо запить чем-нибудь. Вот я увидел это. Ну, это молоко детское. Срок годности до 30 сентября. Ну, в общем, нормально. Вот этот кокосик, ребятки, находил я еще неделю назад. И с тех пор всю неделю я о нем думал. По виду он вроде бы абсолютно нормальный. Здесь есть три дырочки. Я не знаю, откуда они тут взялись. По идее, в кокосе есть сок. Я его уже слышу. Он там булькает. Протыкается. Зашипел. Вот это просто сказка. Никогда не пробовал сок из кокоса. Но он на самом деле приторный очень сильно. Очень хочется поесть вот эту стружку, которая там внутри. Поэтому обязательно его разломаем. Попробуй, Кирилл. Я тоже раньше не пробовал. Да, своеобразно. Своеобразно, что сказать. Помойка дарит. Совершенно неожиданные продукты. Вот это я тоже никогда не пробовал. Кирюха, держи. Благодарю. Съедобно. Вкусно. Очень вкусно. Кирюх, что скажешь? Кисло. Но не как с кисшей молоко, а как нечто более высокое. пахнет. Попробую сейчас все пахнет нормально. Вообще замечательно просто. Тут еще такой елочек есть для пекаря. Сокгодности до 6 октября. вот здесь он выглядит не так аппетитно, как должен быть. Запах в принципе нормальный. Офигенно все просто. любери вытирайся. А что, не красивый, что ли? Я бы попробовал вот этот йогурт. Домик в деревне Йормык термостатный с черникой. И просрочился он еще 9 месяца 26 числа. Он меня будоражит. Госмежно начинка. пусть йогурт и просрочен, но он изумительный на вкус. А заесть это дело я решил вот таким печенюшком от бренда Шарми с печеньем овсяным. Классическое с кушочками шоколада. Отгоден он до декабря 2020 года. Офигенно пахнет. Изумительно, ребят. Помоечка дает печенье с шоколадом под йогурт. самое то. Так, я что-то булочек мало поел. А тут вот их несколько штук есть. Вот такая какая-то слойка. Ничего не ощущают. По-моему, как этот йогурт. Вот тут какая-то подарочек еще прилеплен. В виде конфетки. Ну, я такие конфетки не люблю, жалей. Думаю, с ними ничего не случилось. вообще просто суперски. Пошел в сгущеночку шоколадную. Молоко сгущенное вареное с сахаром Егорка. Вот такая упаковка немножко зарыганная. Произведена была сгущенка 07-20 года. Бомба. Это и бомба. Вареная. Ай. После сгущеночки я думаю изумительно зайдет вот этот соус Астория. Сэндвич соус для бургер ботов и закусок. Ух ты. Просрочено надолго. Срок годности до 14.07.2020 года. Мне, кстати, 15. числа был день рождения. Чем оно должно пахнуть? По идее рыбой. Но пахнет помойкой. Реально балдежный соус, ребятки. Такого еще не пробовал. А еще я обычно без ума от таких сырков чудо с кокосом. Это мои самые любимые сырки. Они просто офигенные. Мне в принципе даже и насрать на какой тут срок годности, потому что все буду определять на запах и вкус. Киспинки не чувствую. Ни приторного вкуса. А значит сырок просто изумительный. У меня есть вот такой сырочек. Кого-то неизвестного бренда годим до 9 июня. Не, я пожалуй его есть не буду. Все-таки он кислый слишком. Есть вот такие булочки. Булочки как булочки. Что-то какой-то алкогольный вкус у них. Что-то не очень. Можно есть, конечно, но это не очень вкусно. Вот это вот очень большие надежды подает. Что же здесь вообще? Открыл сразу. Ну что за люди? Как можно вот так обращаться с продуктами? Не могли по-человечески выкинуть. Но от этого продукт ничуть не испортился. Просто изумительно. Ашрутки текут. Так, у меня тут есть вот такой вот сок. Изысканный пикантный сок. Что-то он сильно довольно пузырится и долго. Ник добруй там. Творог зернистый черничный от Бенда свален. Ух ты! Вгоден до 25.09.2020 года. Сейчас я аккуратненько смешаю этот джем с творожком чтобы было намного вкуснее. Кирилл, будешь? Заебись! Четко! Хочу какую-нибудь булочку попробовать. Но это слишком простенькое. А вот у этой вот такая ситуация я не буду ее пробовать и у полотно вообще сладко. А вот это датские булочки это пожалуй можно. Хоть у них и срокодности сомнительные очень. Здесь немножко плесени есть. Может не видно конечно. Да с той стороны где плесени нет в принципе нормально. тут есть еще вот такой кефирчик запью им булочку. Все годы 30 сентября. Ну а что легкий 1% червя будет. Смотри я думаю уже пора подвесить итоги. У нас есть небольшое количество конфеток. Здесь просто приятным бонусом идет сливка. А вот это конечно другая идет. Разломлю и проверю на наличие червячка. Как видите их там аж целых три штуки. Я думаю это неплохая закуска. Под вот это винище или компот. Да я с вами полностью солидарен. А я попробую вот это пиво в баночке от бренда Fake. их. Я не знаю что это за вино этикеток никаких не было. Вот кстати для тебя баночка нашлась. Пахнет нормально но никому не уступлю и не скажу что скажу не стоит употреблять электроэнергию. Ребят не стоит никогда вам употреблять алкогольные напитки и не вздумайте за мной повторяю. А вообще скорее всего это пиво безалкогольное. Газированное и обычное на вкус. Под него хорошо залетят вот эти вот сухарики. Здесь уже осталось немножко. Держи Кирюху. Терпимся за этот прекрасный вечерний ужин. Я надеюсь это будет всегда и помойка всегда будет так кормить как сегодня. Я тоже на это очень надеюсь . Ну а ты приходи ко мне в следующий раз попробуем еще еды. Да приду потому что сытнее чем здесь не кормили никогда нигде. на этой прекрасной сытной ноте мы подвержаем и подходим к концу и завершаем этот обзор еды из помоечки. В целом еда была неплохая. Меня особо сильно порадовала красная рыбка которую мы пожарим и кайфанем от халявы из помоечки. с вами был сегодня пищеварительный гигант и чат приумел и гость из Москвы. Именно вот такая комбинация еды которую я сегодня попробовал меня очень сильно обрадовала и подняла настроение в натуре. Ставьте нам ребятки огромный лайк за смелость покажите это видео своим друзьям в школе в университете и коллегам по работе. Встретимся в следующих видосах. А я в принципе пойду уже на боковую потому что насытился очень сильно. Пошли спать. Да, я так-то и не насытился.